Вертекс Академия Джедаев Вторая часть Баттлфронты На вибромече я их вертел А касаемо саберфайтинга Это жалкая пародия на него Палин Ордер Единственная игра за 17 лет Которая действительно постаралась Но по саберфайтингу Не дотягивает до Академии Причем значительно Жаль Разработчики не захотели продолжить И доводить идеи до ума Мне кажется у них бы все получилось Сейчас вроде еще какой-то сквадронс вышел Но судя по названию Это вообще не про джедаев И что мы имеем? А ничего мы не имеем Фанаты как плакали И играли в старенькую Академию Так плачет и играет Конечно саберфайтинг Это не определяющий элемент игры И он не делает ее автоматически Прекрасной Однако В игре про джедаев И световые мечи Сражения джедаев На световых мечах Это извините меня Действительно очень важный момент Пусть конечно Механика уже морально устарела Раз 200 Пусть технологии шагнули далеко вперед Увы Кайл Катарный Джейден Корр до сих пор Рука в руке На пьедестале И вот Сердца фанатов не выдержали И кто-то решил всерьез взяться За разработку проекта На современных технологиях Который хоть как-то Сможет передать атмосферу Боя Академии Так и родился проект Вертекс На самом деле Я не просто так Сделал такую долгую Подводку к теме Дело в том Что про Вертекс На данный момент Рассказать почти нечего Сделан он на движке Unreal Engine 4 И предлагает нам Погрузиться в гражданский конфликт Некий На некой Антиутопичной планете Заметьте Ни слова о джедаях Ситхах О Звездных войнах Почему? А потому что Опейрон О, Опейрон Это любительский проект Долгие годы Воссоздававший Котор Тот самый На движке Unreal Engine 4 Был Пока его не закрыли Локас Фимус По соображениям Угадайте чего? Правильно Авторских прав Потому что Только правовладельцы Которые вечно Почему-то оказываются Мерзавцами Имеют право Делать что-то Со Звездными войнами Например Нагадить на них От всей души И не дай бог Какой-нибудь Джон Пупкин В глубинах Калифорнии Вместе с командой Создаст игру Которая при всех Своих недостатках Будет лучше Официальных поделок Это ж Пошатнет Пьедестал Поэтому Опейрона Больше нет И не только его Это вообще Отдельная тема Для разговора Увидев это Разработчик Или разработчики Еще одной поделки Сказали Ага Вот так значит Да Мы вас всех тут Вертели На световом мече Которых у нас В игре не будет Да Будут светящиеся Электромечи И планеты будут Называться иначе Не Мана Например А никак вообще Не будут Просто планеты Все Локации Все Может даже не планет Кто их разберет Мы даже похоже Их особо не сделаем Вроде нечто напоминает Вроде Поди докажи Да И никаких Звездных войн Назовем проект Как-нибудь типа Вертекс Саундтрек с бацаем Втл студио Любой Лишь бы по ушам не бил Что у нас тут остается Плащи Капюшоны Не докопаются Световые мечи Ну так А это Не ресурсы игры Вы че Это ж моды Да Моды Вон Вшел человек Увидел наш проект В преальфа версии Дай думаю Заменю электромечи На световые А И винтовки На более знакомые Е11 Боукастеры И мы Вообще тут ни при чем Глупо же игру закрывать Из-за модов Верно По идее верно Все описанное Как раз таки получилось Вертекс Это такая новая формула По отмывке бренда Ты делаешь скелет игры На него натягиваешь кожу Рандомно вымышленного Собственной башкой мира А потом В графе моды Выкатываешь световые мечи Корибан Скины персонажей Силу Вместо псионики Как говорят данмеры В Моровинде А самое главное Что все легально В общем то Это и есть вертекс Однако Если вы вообразили Что это готовый проект В который можно Брать и играть То Увы и ах Вертекс Преследует все те же проблемы Что и любую глобальную Поделку фанатов Без финансирования Профессиональной команды Разработка затягивается На долгие-долгие годы Впрочем В отличие от Некоторых Других проектов Типа Скайвинда Или Работы Тимгиска Вертекс не кричит О себе Как о невероятно Крутом проекте Который вернет Нас в академию Они разумно Оценивают свои силы А мы давайте Разумно оценим То что получилось На официальном сайте игры PlayVertex.com Можно скачать лаунчер Который в свою очередь Скачает дистрибутив Никакой регистрации Не нужно Хотя Почему бы и нет Это же бесплатно Кстати В лаунчере Играет красивая музыка В отличии от музыки В меню в игре Больше я к этому Возвращаться не буду Музыка тут никакая И она в принципе Не важна В наличии Немало серверов Часть из них Уже требует моды Зависит от карты Но большая часть Нет Иногда кстати На какой-то карте Обычно Нас пометкой Можно встретить Самих разработчиков И тестеров К слову Они совершенно Не мешают тебе играть Ты главное Сам никому не мешай Ты можешь им Даже иногда помочь Выбираешь Любой сервер И вперед Вперед В бой С пустотой Да К сожалению Тут сервера Не то чтобы полупустые Они просто пустые Очень редко Когда в игре Можно увидеть игроков Мой максимум За две недели Это пять человек Включая меня Два из которых Были тестерами И летали невидимыми С контингентом Тут беда Да Впрочем Под вечер Или рано утром Шансов встретить игроков Больше Все потому что Основная часть игроков Из США Где ночь начинается Когда у нас утро Но есть и российские сервера Если я правильно понял Тут есть даже Зарезервированные сервера Для тренировок По саберфайтингу Впрочем Они тоже пустуют Потому что На этом очень трудно Тренироваться И вот знаете Стоило мне Вот это вот Написать в сценарий И полезть в онлайн Так я Тут же застукал Аж 13 человек Сразу И веселой толпой Мы месились пару часов Минимум Это было круто Ну так вот Несмотря на желание Приблизить механику Боя к знаменитой Старой игре Получается это пока плохо Плохо По одной причине Медленно По факту Что мы имеем Стрелкового оружия В игре нет По крайней мере Я его не нашел В буклете На сайте сказано Что оно Как бы предусмотрено Застукал Двух админов Тестирующих пушки На игроках Вот Об этом я говорил Поминая о помощи Вроде бы Это админы Во всяком случае Я не нашел Ни единого способа Выбрать пушки А на официальных Некастомных серверах Все робятся Исключительно на мечах Но я не особо Этому удивлен Статус игры Пре-альфа-версия То есть Даже не альфа Вы уже чуете Чем пахнет, да? Если я прямо сейчас Найду какую-нибудь Свою фанатку И заделаю ей ребенка То наши внуки Наверное Смогут поиграть В бета-версию Вертекса Ну да бог с ним С огнестрелом Сила есть? Сила нет Прыжковая есть Прыгать можно Достаточно так высоко Остальное нет Хотя в управлении Предусмотрены клавиши Под нее Зато Есть клинок Или же Световой меч Двойной Или одинарный Что хочешь бери Есть аж два стиля Сильный и быстрый Правда только У одинарного клинка Среднего стиля нет Сильный как и положено Медленнее Наносит больше урона Других различий В общем-то нет Анимация идентичная Направление ударов Нет По факту Даже наверное есть Но дело в том Что удар всего один И в зависимости От положения Он либо наотмаш Либо прямой Либо боковой То есть Я насчитал Три удара Есть блок Который нельзя держать долго Есть еще и перекаты Помимо прыжков Клинок Клинок можно взять Кстати даже Железный Представив Что это вибромеч В общем-то Это все Да Вот так пока Мало сделано И я даже знаю Почему Потому что Даже с тем Что есть Нужно очень долго Возиться Калибровать цифры Даже когда я Сражался Разработчики Или тестеры Занимались Подбором коэффициентов То ли урона То ли гравитации Непонятно И переписывались При этом в чат А кому-то из них Завтра в школу Я не шучу Он сам в этом признался Однако даже С тем малым Ресурсом боя Что есть Можно ли получить Удовольствие Да Да Еще раз да Это еще далеко Не Академия джедаев Чтобы ей Не то чтобы стать А хотя бы приблизиться К ней С такими ресурсами Понадобится Очень и очень Много усилий Но нечто похожее На нее Мы действительно Встретим Вертекс Из-за однообразия ударов Трудно долгое время Рубиться Но каждый вечер Заходить на несколько дуэлей Оно того точно стоит Они тут не менее Напряженные Чем в оригинале А динамика даже выше Я бы сказал Массовые зарубы Смотрятся потрясающе Кстати помогает Поддерживать впечатление И расчлененка Да Хотите ощутить себя Дартом молом Я вот не хотел Но постоянно ощущал И кастомизация Которая тут Классно сделана Цвет доспехов Ника Рукояти Клинка Настраиваемые По палитре РГБ вручную Также можно Нацепить очки Маску Плащ Или там Еще какую-нибудь хрень И конечно Можно сохранять пресеты Подбери себе какой-нибудь Мега крутой ник Например Клара Захаровна И вперед Особенно если у тебя есть друзья Готовые составить тебе компанию А если у тебя много таких вот друзей Или например Скажем Подписчиков Так вообще замечательно Правда же Такой вот тонкий намек И вообще С друзьями тут играть Гораздо интереснее Еще и потому что Администрация Будя она Присутствовать на сервере Что иногда бывает Слишком уж Старается Я ждал Сутки Когда хоть кто-то Появится Хоть на какого-нибудь Сервера И тут бабах Аж сразу два человека Я ворвался Третьим Ринулся в бой В их толпу Из двух человек Толпы Ага Чтобы был Бой всех против всех И получил первое Предупреждение Мол еще два Изобани И мы тут у них Правила И вашу мать Вы серьезно У вас тут Три человека Суммарно На всех серверах Это уже праздник А ты тут Выпендриваешься И будешь еще Всех тут в очередь Ставить как за колбасой В итоге они Сука рубились А я 20 минут Стоял как в детском саду Знаете Когда вот все играют А тебя не берут Ты просто смотришь И думаешь Да ебись оно все В три прогиба Я что сюда стоять пришел Вот Так что уж Лучше со своей компанией Сюда приходить Вход бесплатный И выход тем более Такой вот интересный Явно достойный Внимание проект К сожалению Есть неплохой шанс Что Локас Филмс И в этот раз Извернутся лужом И закроют контору Что у кого-то Серьезно есть сомнения У меня вот нет А если не закроют То закройте сама Увы Примеров Когда столь серьезные Проекты доживали Хотя бы до открытой беты Их очень мало Зато вот Обратных примеров Когда у людей Кончался запал Полно Поэтому конечно Хотелось бы верить Что однажды И тут объявят бету Но что-то вот Не верится Что же Буду следить за проектом А вы кстати Можете оказать Посильную помощь ему Выражаться она может Как в вашем интересе Сплески на серверах Явно подстегивает авторов Всегда приятно Когда тебе оказывают внимание Ну и конечно же Есть возможность Подписаться на патреон Или финансировать проект Через иные сервисы Вроде пайпал Все указания Вы найдете На их официальном сайте На самом деле У меня нет сомнений Что даже если Каким-то чудом Вертекс Через пару лет Выйдет в релиз То он будет так Себе по многим параметрам По сравнению С любой Современной игрой Потому что деньги Потому что трудозатраты Потому что ресурсы Но это будет Хоть что-то И это что-то Будет точно Интересным Явно интереснее Чем очередной Баттлфронт Все Пока Я на Дагоба За шаурмой Субтитры сделал DimaTorzok